Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Зимний вечер, мороз, начинающаяся метель. Для каждого человека это что-то свое. Романтики любуются занесенными снегом деревьями, чьи ветки так красиво смотрятся на фоне темного неба. Ворчуны и автомобилисты сетуют на гололед. Детвора радуются возможности повозиться в снегу. Поэты, глядишь, и стишок какой-нибудь напишут про то, как буря мглою небо кроет. А вот одинокому человеку, одетому не по погоде, опирающемуся на костыль, было совсем не до романтики, не до стихов и не до красот природы. Ему было холодно, хотелось есть, хотелось найти какой-нибудь приют, в котором можно переночевать и не замерзнуть до смерти. «Двигай копытами, дед! И что вы, старики, в такую погоду по улицам болтаетесь? Сидели бы дома!» – обогнал его хорошо одетый мужчина средних лет. Человек с костылем невесело улыбнулся. Не был он никаким стариком. Наверное, даже моложе недовольного гражданина, всего-то за тридцать. И дома он сидел бы с большим удовольствием, да только дома у него нет. Бездомный он, бомж. Звали его Валентином. И на грубость прохожего он нисколько не обиделся, не такой он был человек. Склонен был себя винить в своих же бедах. Был сиротой с рождения, родителей своих не знал, жил в детском доме. Пока маленьким был, жил, как и все сироты, неплохо и нехорошо, как получалось. Другой жизни он не знал, поэтому считал, что все хорошо, даже если плохо. А когда чуть подрос, начал убегать из детского дома. Не потому, что там было невыносимо или его кто-то обижал, просто свободу любил. Не нравилось ему ходить строем. Есть в определенные часы в столовой то, что дадут. Спать и вставать, когда прикажут. Вот и сбегал. Пока маленький был, возвращался. Как похолодает, как одежда износится, когда есть было совсем нечего. Ругали, но принимали, хотя и знали, что опять сбежит. Учиться в школе ему тоже не очень-то нравилось. Поэтому, как подрос, стал бегать и в холодное время года. А потом и вовсе возвращаться перестал. Вот и стал вольным бродягой. Да, не сладко приходилось, но а кому сейчас легко? И кто виноват, собственно говоря? Из детдома нормальные люди выходили, получали какое-никакое образование, жилье и жили как все. Может быть, имело смысл обижаться на собственных родителей, о которых он ничего не знал. Они его вроде оставили еще младенцем. Но тоже, как знать, может и к лучшему, что оставили. Если уж такие люди, что могут собственного ребенка бросить, то может и хорошо, что их не было в его жизни. Ну и не думал Валентин о родителях. И на того шофера, что сбил его полгода назад и скрылся с места происшествия, тоже не особо жаловался. В конце концов, сам виноват. Аккуратнее надо быть. Тем более, сам не стал обращаться в медучреждение, чтобы вылечить свою сломанную ногу. Успокоился тем, что какой-то знакомый, тоже бродяга, сказал ему, что знает, как лечить. Он сам, мол, много раз ломал и ноги, и руки, и все прекрасно срасталось. А к этим врачам только сунься. Мигом без рук и без ног останешься. Увидят, что бомж, начнут на тебя опыты ставить. А мы вот так сделаем. Ну и действительно. Как-то перебинтовал ему ногу, привязав какие-то дощечки. Оно и срослось. Так себе срослось, видать. До сих пор болит, и без костыля теперь долго не проходишь. А мог бы обратиться в травму. И уж как-нибудь его там вылечили безо всяких опытов. Вот на одного человека была обида. На дворника. Валентин привык уже ночевать в одном подвальчике. Прошлую зиму прекрасно там провел. И этой осенью тоже пришел уже как в родной дом. И старый дворник ничего против не имел. Поставишь ему, если деньги есть, бутылочку, он и доволен. Живи, Валентин, погрейся. Я тебя морозить не обязан. И прописку спрашивать тоже не собираюсь. Всяк человек имеет право на свой угол. А потом старичок этот уволился. Или уволили его за пристрастие к горячителям напиткам. Появился новый какой-то. На дверь подвала повесил огромный замок. К тому же дверь тоже подремонтировал. То есть самостоятельно не откроешь. Даже если этого нового хозяина двора рядом нет. Но он рядом постоянно обретался и гонял. Уходи отсюда. Загаживаешь только всю территорию. Да еще сопрешь что-нибудь. Терпеть вас всякую пьянь. Где хочешь, там и спи. Мое какое дело. Понятно, ему дела нет. А начались морозы. И вот куда теперь идти? Да, он был бездомным, но никогда ничего не воровал. Старался честно заработать. А если не удавалось, то так обходился. И не пил почти. Душа не принимала. Ну и загаживать тоже не было привычки. Наоборот, старался поддерживать чистоту в том месте, где приходилось жить. А теперь вот, пожалуйста, жить негде именно в самый мороз. Именно тогда, когда начинается метель в юга, а у самого нету никакого пристанища. Вот и брел Валентин, сам не зная куда. Просто шел, пока ноги несут. А занесли они его в самый конец окраинной улицы, где, казалось бы, ничего уже и не найдешь. Но нет. На углу стоял дом. Так себе домишко. Старый. Видно, что давно заброшенный, никто в нем не живет. Но больше все равно искать нечего. Устал Валентин. Перетрудил больную ногу. Плечо от костыля заболело. Холодно было. И рад он был даже такому дому. Конечно, надеяться на то, что там накрыт стол и застелено постель для него не приходилось. Но, по крайней мере, можно укрыться от ветра и метели, которые все усиливались. Была бы только дверь открыта. Само собой, ее никто не запирал уже давно. Она легко поддалась руке человека. Валентин зашел, поежился. Да, неуютно, темно, холодно и голодно. На ужин у него, честно говоря, была припрятана краюха хлеба за пазухой. Поживать будет, что перед сном. И это уже хорошо. Прошелся по дому, обследуя своевременное жилище. Люди отсюда выехали, судя по всему, очень давно. И если оставляли здесь хозяева что-то пригодное для жизни, то оно было или вынесено, или испорчено в конец. А когда-то ведь был дом как дом. Вон даже печка на кухне имеется. Можно попробовать растопить, если найдется что-нибудь похожее на топливо. Впрочем, этого здесь было предостаточно. Обломки мебели, еще какие-то деревяшки, бумага. В конце концов, и тряпки старые сгодятся. Прошелся по комнатам. Тоже пусто, грязно. В разбитой и кое-как заделанной фанерой окна кое-где нанесло снега. Ну ладно, переночевать можно и здесь. Валентин снова вышел на кухню, желая обследовать печку. Никакого освещения, конечно, не было, но спички у него имелись, хотя сам он не курил. Куда ж без спичек бездомному? Вот как раз на такой случай обязательно нужны. Полез было в карман, но тут заметил то, чего не видел раньше. Светлее, конечно, не стало, но из-за какой-то дверцы вроде пробивался слабый свет. И даже слышались какие-то звуки. За дверью, судя по всему, была в лучшие времена кладовка. А сейчас в ней наверняка кто-то был. Но кто? Эй, кто там? Шагнув к двери, спросил Валентин. Он был человеком не робкого десятка. Обстоятельства жизни не позволяли ему быть трусом, но и к безрассудной смелости не располагали. На всякий случай он покрепче сжал в руке свой костыль, шагнул к двери, за которой кто-то находился и еще раз окликнул. Ничего. Что поделать? Распахнул дверь и оторопел. В углу на каком-то ящике сидел мальчишка лет десяти. Играл в какую-то современную игрушку. Валентин понятия не имел, что это такое. У него самого никогда никаких компьютеров, смартфонов, планшетов не было. И он даже понятия не имел, как с ними обращаться. Но частенько видел, как дети и подростки, уставившись в этот маленький экранчик, забывают обо всем окружающим. Вот и этот паренек, судя по всему, тоже увлекся. И его самого и какую-то часть кладовки освещал экран его игрушки. И в этом неверном свете можно было увидеть, что мальчик одет вовсе неплохо. Это явно не беспризорник. «Эй, пацан, ты что здесь делаешь?» – громко спросил Валентин, стараясь отвлечь мальчика от его занятия. Ребенок вздрогнул, поднял голову, посмотрел сначала вроде с испугом, но быстро успокоился, поняв, видимо, что ничего страшного ждать от этого человека не приходится. «Ничего не делаю, так сижу. Я из дома сбежал и не хочу возвращаться». «А что ж так-то?» – удивился Валентин. «Ну да, он и сам бегал не раз, но ведь не из родного дома, из казенного. Были бы мать и отец, может, и не бегал бы?» – спросил у мальчика. «Родители-то есть у тебя?» – «Наполовину», – ответил тот. «Мама есть, отца нету. И вместо него отчим. От него и сбежал». «Ну, ясно. Неужели здесь мерзнуть в пустом доме лучше, чем в квартире? Там небось тепло, еда, есть кровать, ну и вообще все, что нужно. К тому же мама есть. Она то, чему не защитит, разве?» «А он хитрый, зараза. Он при ней-то, ну и вообще при людях. Уж такого доброго папочку включает, что ой-ой-ой. А как кто-нибудь отвернется, то и начинает». «Ну ладно. Не мне судить, конечно. У меня-то никаких родителей не было, ни родных, ни двоюродных. Давай я сейчас лучше печку попытаюсь растопить, согреемся, а утром, когда метель закончится, провожу тебя домой, что ли? Только мамке ты позвони все-таки. Ну или письмо напиши, как там у вас это делается, я не знаю. У меня таких телефонов никогда не было». «А вы кто такой?» – спросил, наконец, паренек. «Вы здесь живете? Я вас не видел никогда». «Нет, я в другом месте жил, но оттуда выгнали. Вообще-то я бездомный». «А почему бездомный?» «Да, потому что вот тоже бегать любил, из детского дома. Вот и добегался». «Ты звони давай, а я пойду печку топить». «Нет, я лучше напишу. Если позвоню, то закричит сразу, начнет домой звать, ну и всякое такое. А я лучше с печкой помогу. Думаете, она растопится?» «Попробуем, иначе замерзнем тут за ночь-то». «Ты пиши, давай не обманывай, а то мать твоя всю полицию на ноги поднимет, найдут нас здесь и отправят куда не надо». «Меня, кстати, Валентин зовут, а тебя?» «А я Саша». Мальчишка начал бойко тыкать пальцем в свой экранчик. «Все, написал». И смартфон выключил, чтобы она не звонила. «Между прочим, полиция может отыскать, откуда сообщение было послано, и нас найдут. А куда нас тогда отправят?» «Ну, тебя-то, ясное дело, домой. Хотя могут и в детский приемник. Меня во взрослые это уж точно. Но будем надеяться, что обойдется. Ни к чему нам куда-то отправляться». Печку растопить удалось. По дому стало расползаться приятное тепло. Валентин почувствовал ответственность за мальчика. Кто знает, что у них там дома. На отчимов многие его знакомые жаловались в детском доме. Еще многие из-за этого из дома убегали. Некоторых забирали обратно. Допрашивать ребенка не хотелось. Поэтому Валентин стал устраивать им ночлег возле печки. Кое-как расчистил кусок пола, положил на него свою куртку и сказал. «Ложись вот, подремлем. Ты, наверное, есть хочешь? У меня нет ничего, только хлеба немного. Будешь?» Протянул он мальчику краюшку. «А вам-то? Давайте хоть поделим. Если бы я знал, я бы чего-нибудь из дома захватил. Но не успел, слишком быстро ушел. То есть у меня с собой что-то там было? Шоколадка, чипсов еще полпачки. Но я это уже все съел». «Ну и ладно. Обойдемся пока хлебушком. А завтра домой пойдешь, покормят тебя там». «А вы куда пойдете?» «Вы где будете есть?» – нахмурился Саша. «За меня не беспокойся. Я уже взрослый дядя. Не пропаду». Мальчик улегся на предложенное ему место, сжался, оставив место и для Валентина, и свою куртку снял. «Вы тоже ложитесь. Укроемся моей курткой. Будет тепло». Пробормотал он. Вероятно, ребенок действительно устал, перенервничал и его очень клонило в сон. Валентин тоже улегся, надеясь, что никто их не застанет в этом укрытии. Он тоже устал. Хотел спать, но сон не шел. Он задумался об этом мальчике и его судьбе. Хотя нет. Скорее всего, с ним все будет хорошо. Дети частенько обижаются на родителей, но потом все это проходит. Родители Саши, судя по всему, не так уж и плохи. И одет мальчишка хорошо, и игрушки у него дорогие, современные. И воспитан он, судя по всему, неплохо. Ни одного грубого слова не сказал. Ну, с отчимом проблемы. Так ведь мать всегда рядом. Заступится, если уж что-то серьезное. Так что за паренька, наверное, можно быть спокойным. Ничего страшного с ним не произойдет. Ну, то есть в детдоме он не окажется и бродягу уж точно не станет. Побунтует немного и успокоится. Будет ходить в школу, учиться, вырастет нормальным человеком. Интересно, а я мог бы быть нормальным? Или так и буду скитаться до конца жизни? Подумал было Валентин, но прогнал эти мысли. Да, они иногда возникали, куда от них денешься? Но ответ-то он не находил. Когда они встали утром, погода прояснилась. И Саша засобирался домой. Не очень-то хочется, болтал он по дороге. Я маме скажу, что не хочу с этим отчимом жить. Но она все равно не поверит, что он меня обижает. То есть сам же виновата, останусь. А вы в этом доме жить будете? Я приду, вас навещу, вы не против? Нет, конечно. Конечно, приходи, рад буду. Наверное, пока останусь, куда еще деваться. Только ты на ночь не приходи, днем лучше. И на ночь, глядя, не надо из дома сбегать, ни к чему это. Хорошо, не буду. А вон и мой дом. Показал он на богатый особняк. Пойдемте со мной зайдем, как будто в гости. Нет, Саш, не пойду я. Ты иди, а я уж по своим делам. Валентин постеснялся заходить в такой богатый дом. Да и побоялся. Подумает еще неизвестно что. К тому же принимать приглашение такого маленького хозяина тоже было, скорее всего, неправильно. Он представил, как мать мальчика, наверное, красивая, ухоженная дама закричит, кривя свои накрашенные губы. Сам шляешься неизвестно где, да еще и бомжей в дом тянешь. И ведь будет совершенно права. Сам Валентин действительно отправился по делам. Он и правда никогда не воровал. Старался как-нибудь дозаработать. Сдавал то железо, то бутылки, банки, словом, брался за любую доступную подработку. Раньше грузчиком частенько быть удавалось, а сейчас какой из него грузчик с костылем-то? И все же на рынке удавалось найти какую-нибудь мелочевку. Пусть даже не за деньги, а за еду. Вечером он вернулся все в тот же дом. Хотя понимал, что пристанище это ненадежное. Туда в любой момент могли зайти такие же бомжи, то есть не такие, а куда более опасные. Пьющие, например, дерущиеся, выясняющие отношения и пытающиеся его вовлечь в свои занятия. Еще хуже были наркоши, от которых Валентин всегда старался держаться подальше. Он вообще был одиночкой, считал, что так легче. Хотя, какая уж тут легкость. Саша не обманул и через пару дней зашел к своему новому другу. Ну что, не очень влетела дома за то, что сбежал? Спросил Валентин. Да не очень, но пришлось пообещать, что больше удирать не буду и ночевать буду всегда дома. А я, когда обещаю, всегда сдерживаю слово. Говорят, мой папа так всегда делал. Надежный был человек. Был. А что же он, умер? Ну да, вроде утонул. Только я его совсем не помню. А отчим, гад, и все фотографии его то ли сжег, то ли выкинул куда-то или спрятал, не знаю. Я у мамы спрашивал, а она, говорит, тоже не знает. Нет у нее. Так что я даже не видел, как он выглядел. Но все, кто его знал, говорят, что хороший был человек. Я тоже так думаю. А с отчимом что? Так и не поладил. Не собираюсь я с ним ладить. Гад он самый настоящий. Знать его не хочу. Я маме сказал, если он с нами останется, то вырасту и уйду из дома. Пускай она с ним останется навсегда. Гад он самый настоящий. Его и зовут как крокодила. Гена. Ну это зря, наверное. На мать-то не надо. И крокодил Гена добрым был, насколько я помню. Да ладно, ну его. Смотри, дядя Валентин. Я вам гостинцев принес. Вот. Он вытащил из кармана пакет. В нем были бутерброды с колбасой, с сыром и котлета. Ну это ты уж совсем зря. Что это ты? Из дома утащил. Смутился Валентин. Ну что значит утащил? Это как будто я сам съел. Ничего особенного. У нас знаете, сколько всего выкидывают. К тому же вы меня угощали. А теперь я должен. Ведь так? Так-то оно так, но лучше больше не таскай из дома. Ни к чему это. Мало ли что родители подумают. А я сегодня ел, к тому же в столовую заходил. Есть такая, где бесплатно кормят. Но вообще я и подработать могу. Так что ничего страшного. Я не голодаю. Валентин даже несколько облагородил свое жилище. Притащил вполне приличный одиелок, который служил ему матрасом. Он не любил рыться по свалкам. Но в последнее время возле помоек частенько оставляли неплохие вещи, которые уже просто были не нужны людям. Они их не выкидывали в общий бак, где действительно что угодно могло прийти в негодность, а просто оставляли рядом с помойкой. Таким образом можно было и приодеться, и найти кое-что для обустройства своего быта. Растет благосостояние народа, насмешливо думал иногда Валентин. Все жалуются, что денег нет, а выкидывают на верхонькие вещи порой. Они с Сашей неплохо перекусили и поболтали, рассказывая каждой о своей жизни. Мальчик заметил одеяло и сказал. Теперь, наверное, у вас спать удобно. Не возьмете меня на ночлег? Он, конечно, посмеялся, и Валентин погрозил ему пальцем. Смотри, обещал ведь дома ночевать. Отдавши слово, держи. Да, знаю я. Шучу. Но я еще зайду. Мне у вас нравится. Дома как раз в это время отчим. А мамы еще нет. Она работает. Мальчишка действительно стал заходить к Валентину каждый день. Каждый раз принося что-нибудь. Иногда из дома захватывал, а иногда покупал по дороге в магазине что-то вкусное. Валентин отказывался. Неудобно ему было. Все-таки он взрослый, а принимает еду у малыша. Тем более, если из дома брать, то родители могут заметить и подумать что угодно. А они и подумали. То есть не знали, что думать. Но не заметить странностей в поведении ребенка не могли. Куда-то ходит, таскает из дома продукты, карманные деньги тратит неизвестно на что. Раньше хоть ясно было, что покупал какие-то игрушки или сладости, а теперь непонятно что. Это все из-за тебя, Гена, говорила мужу Лариса, Сашина мать. Она начала уже догадываться о серьезных неладах в отношениях сына и отчима. Ты и правда, наверное, к нему придираешься. Вот он и бегает из дома. А я еще выясню, куда он бегает, не волнуйся. И вообще, что значит придираюсь? Я же должен с ним как-то общаться. Я не предмет мебели в твоем доме. И хоть не отец ему, но все-таки и не чужой человек. Но и не родной. Очень обидно, что за столько лет ты так и не стал ему хотя бы просто близким. Ребенок не будет просто так не любить взрослого, с которым живет в одном доме. Такие ссоры между супругами возникали все чаще. И это очень волновало Геннадия. Не то, чтобы он уж так сильно любил Ларису, что жить без нее не мог. Но союз с этой женщиной был необходим в первую очередь из деловых соображений. И все могло рухнуть из-за глупого мальчишки, с которым совершенно невозможно наладить контакт. Даже странно. Почему он на каждое слово ершится? Неужели чувствует что-то? И отчим решил проследить за перемещениями Саши. Узнать, куда это он ходит постоянно. Может быть все гораздо сложнее, и кто-то настраивает его против домашних. Он уже и матери бывает грубит. Геннадий не знал, что и Ларисе в голову пришли такие же мысли. Она тоже хотела узнать, куда ходит ее сын. Ведь он же еще маленький. Мало ли попал в какую-то компанию. Кто-то его там может научить плохому или обидеть. Кто, как не мама, должна проследить за этим. И они, не сговариваясь, решили выяснить, куда ходит Саша. Когда он в очередной раз собрался и постарался незаметно выскользнуть из дома, Геннадий чуть погодя вышел и двинулся следом, стараясь не попадаться ему на глаза. Он не знал, что уже за ним идет и Лариса. Он следил за мальчиком, а о том, что жена может делать то же самое, не догадывался. Потому и не замечал ее. А Саша по сторонам особо и не оглядывался. Он не думал, что за ней могут следить. Шел к уже ставшему знакомым и почти родным домику, где жил его взрослый товарищ. Каждый мальчишка мечтает о таком друге. И счастливы те, у кого есть отец или старший брат. Но у Саши таких людей в окружении не было. И это место в его жизни занял бездомный Валентин. Он подошел к дому и только здесь мимолетно оглянулся, но, не заметив ничего подозрительного, вошел внутрь. Валентин был на месте. И он был рад своему другу, который тоже занял не последнее место в его одиноком сердце. Он, взрослый человек, тоже нуждался в какой-то душевной привязанности, в том, чтобы о ком-то заботиться. И Саша в этом плане был идеальным вариантом. Но на этот раз встреча не состоялась. Не успел паренек закрыть за собой дверь, как снаружи ее кто-то рванул на себя и взял его за руку. Это был отчим. «Так вот куда ты шастаешь. Что тебе надо в этом бомжатнике? И ты, гаденыш, еще возмущаешься, что я к тебе придираюсь. Так я сейчас не придираться буду, а уши тебе надеру, понял? Шаляешься тут». «Отпусти меня! И не твое дело, куда я хожу. Ты мне не отец, а никто. Я тебя знать не хочу!» Вырывался Саша. Валентин, сидевший на кухне, услышал эти крики. Вышел, отпихнул мужчину от ребенка. «Отпусти мальчишку. Не трогай его, он ничего плохого не делает. Он...» Геннадий обернулся к нему, сжав кулаки, и уже собирался, видимо, устроить потасовку, но вдруг руки его опустились. Он уставился на Валентина, не веря своим глазам. А потом, словно узнав его, закричал. «Так вот оно что! Ты не сдох, значит, сволочь! Ну что ж, в тот раз не удалось, так я тебя сейчас привью, заразу! Я же тебя с яхты сбросил! Но такие, как ты, видать, не тонут! Ничего! Посмотрим, как ты у нас в огне сгоришь вместе с этим поганым домом!» «Обжом прикинулся! Думал, никто тебя не узнает и не найдет! Зря на это рассчитывал!» Он накинулся на Валентина, но получил полбу костылем. Завязалась потасовка, из-за которой мужчины не сразу заметили Ларису, которая некоторое время стояла за дверью, в недоумении, слушая происходящее, а теперь она вошла. И тоже замерла, словно увидев привидение. Воспользовавшись этой заминкой, Геннадий выскочил из дома. Лариса, помнившись, бросилась Валентину на шею. «Милый мой, Витенька, ты жив? Почему ты не пришел ко мне? Мне было так плохо без тебя! За что ты меня оставил?» Плакала женщина, целуя бомжа. Валентин несмело поддерживал ее за спину, боясь, что она потеряет сознание, и не понимал, что происходит. Также ничего не понимал и Саша. Лариса обернулась к сыну. «Сашенька, милый, это же твой папа. Посмотри, твой папочка. Ты его сам нашел, да? Какое счастье!» «Мам, ты что? Это дядя Валентин!» Теребя мать за рукав, говорил Саша. «Стоп, стоп, друзья, я ничего не понимаю. Я сейчас с ума сойду!» Воскликнул и сам Валя. «Простите, девушка, но я не Сашин папа и не Витенька, и меня не толкали ни с какой яхты. Я никогда на них не был, и вас вижу в первый раз». «Да я сама с ума сойду. Кого же мы похоронили? Впрочем, какая разница, главное, что ты жив. Ясно, ты потерял память. Наверное, захлебнулся, кислородное голодание мозга и еще что-то там. Все это восстановится, не волнуйся. А почему ты с костылем? Почему хромаешь? Ты ногу сломал? Так это, оказывается, Генка под лес тебя столкнул». «Дядя Валентин, ты что же, мой папа выходит?» – недоумевал Сашка. Конечно, Валентин не был его отцом, мужем Ларисы и Виктором. Он был бездомным Валентином, сиротой, бывшим воспитанником детского дома, подкидышем. Он все это помнил прекрасно, хотя в своей непростой жизни получал разнообразные травмы. «Скажи, Вить, у тебя была травма головы? Ты ничего не помнишь? Помнишь, как у нас Сашенька родился? Вот, смотри, кольцо. Ты мне его подарил за его рождение. А помнишь, как мы познакомились?» – лепетала женщина, не прекращая плакать. «Простите, Лариса, я опять вас уверяю, я не терял никакую память. Все прекрасно помню. Жил в детском доме, сирота. Женат никогда не был и Саша, к сожалению, не мой сын, хотя он прекрасный парень». «Но ты же похож на Витеньку, как две капли воды. Может, тебя кто-то загипнотизировал?» «Никто меня не гипнотизировал. Вы просто ошиблись. Наверное, я действительно на кого-то там похож. У вас остались какие-нибудь фотографии мужа?» «Вот именно, что нет, не осталось. Ведь этот гад все куда-то унес. У матери наверняка есть. Ты что же, не помнишь свою маму? Ты же жил с ней». «Сроду не видел никаких матерей, уж поверьте мне. У вас просто истерика. Выпейте чего-нибудь, успокаивающего, и все встанет на свое место». «Да, поверить в происходящее было трудно». «Но как такое может быть? Ведь у Виктора не было братьев. Он единственный сын своих родителей. Надо позвонить свекрови. Может, она как-то прояснит ситуацию. Только поосторожней, как-то сердце у нее больное. Да и не общались мы с тех самых пор». «Но может, это у вас были братья?» «Никого у меня не было», – устало ответил Валя, вспоминая обстоятельства своего невеселого прошлого. «Это у Виктора, единственного и любимого сына, интеллигентных состоятельных родителей, было самое счастливое детство. Учеба в элитной школе, занятия музыкой, шахматами, гимнастикой. Отец, успешный бизнесмен, мог обеспечить все это единственному сыну. И Виктор действительно рос счастливым мальчиком-всеобщим любимцем. Каждое лето его отправляли в какой-нибудь престижный санаторий. Но Витте там не очень нравилось. Он ждал куда более интересной поездки – в деревню, к бабуле. Вот там-то он познавал настоящую волю. Гоняя день-день ской на велосипеде, играя в футбол с соседскими мальчишками, обследуя окрестные лица и соседские сады-огороды, купаясь и рыбача в местной речке. Это сейчас она обмелела, заросла ряской и готова была вот-вот превратиться во враг. А тогда это была настоящая полноводная река, от которой никто не уходил без хорошего улова. Не зря местные жители называли ее своей кормилицей. Рыбы хватало не только на прокорм своих семей, но и на продажу. Из деревни Витька возвращался загорелым, окрепшим, повзрослевшим и уговаривал родителей не отправлять его больше ни в какие санатории. «В деревне гораздо лучше и интереснее, и полезнее, и вкуснее», – говорил он, вываливая на стол гостинцы, гордясь тем, что привез родителям и копченую рыбу, и соленые грибы, и варенье. Готовила все это, конечно, бабушка, но добывал-то он сам. А потом повзрослел, поступил в университет, и времени на поездки куда бы то ни было стало катастрофически не хватать. Он старался каждое лето, хоть на недельку, выбраться в любимые места, но это удавалось все реже. Виктор окончил учебу и вскоре занял неплохой пост в компании, созданной его отцом. Ну а после того, как на одной вечеринке он познакомился с Ларисой, то о поездках пришлось и вовсе забыть. Любовь захватилась головой. Вскоре была сыграна свадьба, и с первых же дней совместной жизни стало ясно, насколько их с Ларисой встреча не случайна. Они были на редкость гармоничной, красивой молодой парой. Виктор порой еще вздыхал по деревне, и как-то раз даже съездил туда с молодой женой, но это был уже последний его визит. Бабушке вскоре не стало, ездить было не к кому. А потом и отец ушел. Виктору пришлось занять его должность руководителя компании. Когда у молодых супругов родился Сашенька, папа очень огорчался, что у его сына не будет таких веселых каникул. А в остальном все было прекрасно. Виктор успешно развивал бизнес отца. Доходы росли. Молодой семье можно было только позавидовать. Да, Витя и Лара были уверены в своем счастливом будущем. Может быть, даже слишком. Но жизнь закончилась неожиданно и трагически. Однажды, когда Саше было уже несколько месяцев, компаньон Виктора Геннадий предложил молодому отцу прогулку по реке на небольшой яхте. Витя сперва отказывался. Не хотелось оставлять в одиночестве молодую жену с ребенком. Хотя самому отдохнуть и проветриться ох как хотелось. Давно он никуда не выезжал. А ведь привык же к таким ежегодным вылазкам. И Лариса, видимо понимая желание мужа, сама сказала ему. «Ну что ты отказываешься? Съезди! Нельзя же всю жизнь только работать и дома сидеть. Это перегоришь скоро». «А что мы с Сашей? Ну что с нами сделается?» «Я прекрасно справляюсь, ты же знаешь». «Да и не на год же ты уедешь. Ничего с нами за несколько дней не случится». И с ними действительно не случилось. Случилось с Виктором. Он упал за борт яхты. Друг Геннадий не смог его спасти, как не пытался. Тело нашли через несколько дней. Экспертиза однозначно показала, что молодой мужчина захлебнулся. Никаких других повреждений на теле не было. Так что его товарища ни в чем не заподозрили. Лариса то билась в истерике, то замирала, как будто сама умерла. Сидела с открытыми глазами, которые никуда не смотрели. Даже маленького Сашу не видела, не слышала. Спасибо, подруги помогли. Присматривали за ребенком, не дали пропасть. Свекровь Анна Романовна нашла утешение в том, что во всем винила невестку. «Это она, змея под колодной, послала Витюшеньку на смерть!» – твердила мать. Ее тоже не интересовал внук. Зачем он ей? Она все потеряла. Сыночка единственного. Ходила на себя непохожая. Почерневшая. Высохшая. Сразу после похорон ее увезли в больницу на скорой. Сердце. Там ее кто-то, видимо, добить решил. Позвонили и сказали, что ребенка-то Лариса не Виктору родила, а тому самому компаньону, Геннадию. Но это ничуть не взволновало обездоленную мать. Она давно о чем-то подобном догадывалась. Вот пазл и сложился. Змея-невестка послала мужу на прогулку по реке с кем? С любовником. Сын погиб по чьей вине? По вине любовника. Они оба знали, что Витя плавать не умеет, но подбили на эту дурацкую прогулку и вот. Не нужна стала Анне Романовне змея-невестка с ее отродьем. Вышла из больницы и сразу к нотариусу пошла. Все, что имела, переписала на дальнюю родню и в церковь, на помин души невинно убиенного Виктора. И чтобы тому змеиному племени ничего не досталось. Разумеется, Лариска и без того много успела загрести, пользуясь любовью и доверием сыночка. Ну вот пусть и пользуется. Тем более, что она и не скрывается. Генка-убийца так около нее и крутится, когда у мужа и ноги-то еще не остыли. Анна Романовна даже в полицию пыталась заявить, но у нее заявление не приняли. «Извините, но это всего лишь ваши ничем не подкрепленные подозрения. Никаких улик нет. Ваш сын погиб в результате несчастного случая. Он не умел плавать, это вы и сами признаете. Никаких травм на нем не было обнаружено. А то, что кто-то ухаживает за вдовой погибшего, ни о чем не говорит, это вполне естественно. Знаете, сколько таких браков». Вот такая ей попалась полиция. Было бы у Анны Романовны здоровье и сил побольше, она бы, может, добилась бы возбуждения уголовного дела. Но, увы, сил на эту борьбу у нее не было. А Геннадий действительно всегда был рядом с молодой вдовой. Поначалу, разумеется, ни о каких отношениях речи не шло. Он был рядом как друг, сочувствующий женщине и переживающий большое горе. К тому же, он чувствовал свою вину за гибель товарища. По крайней мере, часто говорил об этом. «Прости, Ларочка, это я виноват. Уговорил его поехать и потом был рядом и не спас его». «Перестань, Геннадий, он поехал потому, что я ему сказала. Я виноват, а не меньше тебя. Но ведь мы не хотели, чтобы Витя погиб. До сих пор не верю в это. Ведь может же быть так, что он выжил». Да, несмотря на то, что тело нашли и похоронили, бедная женщина не могла поверить в смерть супруга. И долгое время ждала его возвращения. Она не знала, как жить без него. Других близких родственников не было. Свекровь знаться не хотела. Лариса осталась совсем одна, без единой родной души рядом. Она мало что понимала в делах мужа. И тут помощь Геннадия была необходима. Хотя полностью передавать ему права она не спешила. И даже через несколько лет, уже став супругой Геннадия, Лариса продолжала оставаться руководителем компании. К этому времени она многому научилась. Но и Гена не терял надежды. Это ведь он постарался обрезать все связи Ларисы с друзьями и родными. Позвонил бывший свекрови, сказал, что Саша не сын Виктора. Он верил, что когда-нибудь вся фирма будет принадлежать только ему. И вот тогда-то можно будет подумать и о другой жене, более молодой и, главное, без прицепа. Может и можно было бы остаться с Ларисой, если бы не мальчишка, который с каждым годом становился все более невыносимым и старательно ссорил мать с ним. Геннадиям. Так Валентин узнал какие-то подробности из жизни своего двойника. Но ничего не давало ответа на главный вопрос. Как так получилось, что два человека оказались настолько похожими друг на друга? Да, без матери Виктора в этом деле разобраться было трудно. Но Лариса не спешила звонить ей. Давайте ее номер телефона, я сам позвоню и прямо спрошу. Родился у нее один сын или двойня. И если так, то почему от одного из них она отказалась? Ну а дальше уж как получится. Даже если ее после этого кондрашка хватит, то плакать по ней, как я понимаю, особо некому. А наследники, может, даже и обрадуются. Не надо так, Валентин. Возможно, она и не очень хорошая женщина, но все же добивать ее до того, до чего ты говоришь, совершенно ни к чему, упрекнула Лариса. Тут слово взял Саша, который тоже принимал участие в этих разговорах. Давайте я позвоню бабушке. Даже если она не считает, что я ее внук, но все-таки я ни в чем не виноват перед ней, правда? Вот, я попрошу у нее фотографию папы, чтобы она прислала ее на телефон. И мы сравним ее с Валентином. Может, он не так уж и похож. Просто тебе, мам, показалось. Тогда окажется, что мы зря здесь спорим. Геннадию тоже показалось? Ну, вообще, твоя идея неплохая. Так и сделали. Саша набрал номер, и Анна Романовна, как ни странно, обрадовалась его звонку. Она по-прежнему не хотела признавать своего внука. Еще больше не хотела признавать свою неправоту. Но все же, одинокая жизнь ей уже изрядно надоела. Родственники, узнав о завещании, поначалу оказывали ей хоть какое-то внимание. Но в последнее время стали забывать и даже по телефону с ней разговаривали безо всякой охоты. В самом деле, что ж тут баловать бабульку, если завещание все равно написано? В ее долгой жизни никто особо заинтересован не был. Узнав, что Саша хочет видеть фотографию своего отца, Анна расплакалась. «Так, мать твоя, и все фотографии Виктора выкинула. Вот ведь дрянь какая!» всхлипывала бедная женщина. «Это не она, бабуль, это Геннадий!» уверял ее внук. «А кто его в дом-то притащил?» «Она!» «И позволила ему хозяйничать!» «Сейчас, милый, я пришлю тебе фотографию, а ты мне свое прислал бы, я ж тебя только малюткой видела!» Оказалось, бабушка неплохо овладела современной техникой и вскоре переслала внуку несколько снимков его отца, в том числе и самых последних. Валентин увидел на них себя десятилетней давности. Вот только и тогда не был он таким счастливым, хорошо одетым и успешным. Это всерьез расстроило его. «Ну, дайте же мне ее телефон. Имею я право поговорить с ней, если она действительно моя мать. Я в этом уже почти не сомневаюсь. Такое сходство действительно не может быть случайным». «Подожди, дядя Валентин, давай я сам сейчас ей скажу, что встретил человека, очень похожего на отца, и спрошу, нет ли у нее каких-то родственников. Может, ты действительно не сын, а просто какой-нибудь двоюродный племянник». Саша в этом разговоре казался мудрее взрослых. «Ну, давай хотя бы так. Хотя, честно говоря, не вижу никаких причин особо миндальничать с женщиной, которая бросила ребенка». «Непримиримо», — сказал Валя. Саша отправил несколько своих фотографий бабушке. Она тут же перезвонила, их разговор возобновился. Анна Романовна признала, «Саша очень похож на своего отца, и, кажется, поверила в то, что мальчик действительно может быть ее внуком. Ей хотелось поговорить с ним, хотелось встретиться. И Саша был, в общем, не против. Но ему нужно было поговорить о том, зачем, собственно, он возобновил общение со своей бабушкой». Вопреки опасениям Ларисы, пожилая женщина оказалась куда крепче, чем могло бы показаться. Услышав о том, что Саша встретил странного человека, похожего на отца, она не стала падать в обморок, хотя была очень взволнована. «А где ты его встретил? И что это за человек?» «Поверь, Сашенька, мне тоже очень хотелось бы его увидеть. Это давняя история, понимаешь? Да и мало-то еще, чтобы все знать. Но если ты еще раз увидишь его, не мог бы ты ему передать, чтобы он связался со мной?» «Могу, бабуль. Он может прямо сегодня к тебе приехать, если ты не против», сказал мальчишка. «Сегодня?» «Боже мой, Сашенька этого быть не может, и я смогу его увидеть!» Не верила своим ушам женщина. Она была очень взволнована, и причины этому, как выяснилось, были. «Да запросто, бабуль, и я с ним сразу приеду, хорошо?» Мальчик ликующе повернулся к маме и Валентину, подмигнув им. А Анна Романовна продолжила. «По-моему, это слишком хорошо, слишком хорошо для меня. Ну да, я должна рассказать ему все, что произошло давным-давно, еще во времена моей молодости. Пожалуйста, приезжайте, и маму захвати. Я должна попросить у нее прощения». «Сашенька, я болею, сама бы к вам приехала, да куда уж мне?» Они быстро собрались и поехали. Увидев Валентина, Анна Романовна все-таки схватилась за сердце, зарыдала. «Сынок мой, сыночек», говорила слабым голосом женщина, не в силах отвести взгляд от вошедшего. Лариса бросилась искать лекарства, потом сделала чай, усадила всех за стол. Немного успокоившись, хозяйка начала свой рассказ. «Ты прости, сынок, что так уж получилось. Моя вина, не буду отпираться. Видимо, не тем людям верила, не берегла тебя, да искала плохо». «И все же, что случилось?» спросил Валентин. Он довольно скептически относился к тому, что предстояло услышать. Был уверен, что мать просто отказалась от него. «Подруга у меня была закадычная, Галя. С детства мы вместе были и все у нас как-то поровну было. А потом я вышла замуж за твоего Саши дедушку, а за твоего Валентина отца. Он уже тогда был человеком небедным, из очень известной семьи. Отец его пост какой-то занимал. Ну и стали мы с Галей сразу в разных положениях. Я особо этому значения не придавала, думала, что мы так и будем дружить, но куда там?» Она начала завидовать и даже грозить, что, мол, муж меня все равно бросит и останусь я ни с чем. Когда я двойню родила, вас с Витенькой, так она вовсе с ума сошла. Едва успела я из роддома выписаться, как она одного ребенка похитила. Украла прямо из коляски, стоило мне отвернуться. Не знаю, чего уж она хотела этим добиться, ее поймали довольно быстро. Но ребенка при ней уже не было. И куда он делся, неизвестно. Ее поместили в психиатрическую больницу, но так и не вылечили. Там она и прожила остаток жизни. Сейчас ее уже и на свете нет. А ребенка искали, искали, да так и не нашли. Она, когда ее поймали, много всякой ерундой говорила. Потом призналась, что в реку его выбросила. Ну, неужели не додумались по детским домам поискать? Возмущался Валентин. Все же в одном городе происходило. Искали, сыночек, искали. Ну и успокоились на том, что, наверное, она и правда его, то есть тебя, утопила. Я долго болела после этого. Все не могла успокоиться. Но потом все же как-то забылось, что поделать. А потом и вторую сыночка погиб. И тоже в реке. Вот, думаю, карма. Ну, судьба, то есть. Ты не подумай, мы все искупим. Я уже нотариусу позвонила. Сегодня придет, завещание перепишу. Я ведь дура такая. Все на племянников неблагодарных переписала, чтобы Ларисе не досталось. А их теперь днем с огнем не сыщешь. Позвоню, а они меня чуть ли не матом посылают. Так что все теперь тебе оставлю. Сможешь и выучиться, ну или все, что захочешь. Просто так жить. Там на три века хватит. Мне бы вот ногу только подлечить, сказал Валентин. Да все сделай, милый. Документы тебе выправим, вылечим. Все будет к твоим услугам. Лариса и Саша засобирались домой, решив оставить мать сыном вдвоем. Им еще было о чем поговорить. Валя был поражен переменам в своей жизни. Несколько часов назад он был бомжом, а теперь у него есть мама. Мама-миллионерша, для которой открыты все пути. В душе же Ларисы тоже была полная сумятица. Она не в попад отвечала на вопросы Саше, раздумывая о том, что же теперь будет с ней. Ведь формально она оставалась женой Геннадии, который, судя по всему, действительно был виновен в смерти Виктора, ее мужа. В этом он сам признался, не зная, что она слышит все его слова. В общем, все понятно. Ей нужно оформить с ним развод и сделать так, чтобы выйти из этого ужасного, вынужденного брака без особых потерь. Приехав домой, она поняла, что Геннадий сам уже предпринял меры. Он вывез из дома свои вещи, да и не только свои. К счастью, кода от сейфа, в котором хранились все ее драгоценности, наличные и документы, он не знал и не смог его открыть. Лариса, вздохнув, уселась в кресло, раздумывая о том, как устроить свою будущую жизнь. «Мам, так теперь дядя Валентин мой настоящий дядя?» теребила ее Сашка. «Да, правильно», рассеянно ответила она. «А этого крокодила больше у нас не будет? Он навсегда уехал?» «Очень надеюсь на это». «Ладно, Саш, ты, наверное, кушать хочешь?» «Нет, не хочу. Вообще, слишком много всяких новостей. Я больше всего рад за дядю Валентина. Ему теперь не нужно будет спать в этом ужасном доме. И, наверное, ногу ему вылечат. Бабушка сказала, у нее деньги есть». «Да, все должно быть хорошо», отвечала с надеждой мать. Для Валентины действительно началась новая жизнь. Это было непривычно и волнующе. Он жил в большом, богатом доме. У него была мама. Анна Романовна с энтузиазмом взялась заботиться о сыне. И вскоре его дела действительно значительно наладились. Вечерами они вели долгие беседы, рассказывая друг другу о своей жизни. Матери пришлось пролить немало слез над историями сына, выросшего вдали от нее. «Как я могла поверить в то, что тебя больше нет? Ведь были же деньги, можно было усилить поиски». А я смирилась, опустив руки. «Простишь ты когда-нибудь меня?» «Ну что ты, мам, мне не за что на тебя обижаться». Поначалу он с трудом выдавливал из себя это слово «мама». Но быстро привык, почувствовав от чужой поначалу женщины настоящую материнскую любовь. При помощи юристов она быстро оформила ему документы и вскоре устроила в лучшую платную клинику, чтобы ему сделали операцию на искалеченной ноге. Врач обещал полное восстановление, а пока Валентин лежал в больнице. Геннадий не мог успокоиться. Принять свое поражение и от кого? От глупого мальчишки и какого-то грязного бомжа? В первый момент он был уверен, что это Виктор каким-то образом остался в живых, но успокоившись и все обдумав понял, это невозможно. А он так опрометчиво при нем и Ларисе, которая оказывается подслушивала за дверью, признался в совершенном убийстве. Даже если ему ничего не грозит за это со стороны закона, понятно, что отношением с Ларой пришел конец, а также его деловой репутации, да и вообще мнению людей о нем. И это все из-за мальчишки и бездомного, который к тому же оказался родственником этой старой дуры, мамаши Виктора, которая приняла его у себя дома и кажется сделала наследником своего немалого состояния. Где справедливость? Он, столько сделавший для своего обогащения, разом потерял все, а проклятый бомжа расстал миллионером. Нет, мириться с этим Гена не собирался. Каким-то образом, Геннадий узнал, где находится его враг и решил, что это его шанс добиться желаемого. А почему бы и нет? Ведь один раз все прошло так гладко, ему все сошло с рук. Теперь наверняка удача тоже будет на его стороне. Да, Геннадий, видимо, несколько помутился в рассудке и считал, что он должен уничтожить Валентина, а следом за ним и Сашу. Это не сулило ему никаких материальных выгод, но он не мог справиться с ненавистью, которую испытывал к этому человеку. Он пробрался в палату, когда больной, еще не отошедший полностью от наркоза, с ногой на растяжке, лежал совершенно беспомощно и даже ничего не подозревал. Возможно, этот коварный план удался бы полностью, но в палату зашла Вера, молодая медсестра. В ее обязанности входила проверка состояния пациентов после операции. Войдя, она в первый момент застыла от ужаса, увидев, как Геннадий накрыл голову больного подушкой и душит его обормоча. Сдохни уже, сдохни! Оцепенение схлынуло быстро. Она не стала терять времени на крики и призывы о помощи. Неизвестно, когда подоспела бы эта помощь, а счет шел на минуты. Вера схватила стул, стоящий возле кровати и ударила Гену по голове. Он потерял сознание, а медсестра кинулась к больному, надеясь своевременно оказать ему первую помощь. Валентин не особо пострадал от действий Геннадия, так же, как и сам злоумышленник из-за удара стулом. Он быстро пришел в себя, но был обезврежен подоспевшим охранником и медбратом, прибежавшими на шум. Была вызвана полиция, убийцу арестовали. И вскоре стало ясно, ему придется ответить за покушение, а возможно и за совершенное десять лет назад. Он не отпирался. Уже при полицейских устроил истерику, в ходе которой сознался в том, что сделал. Неизвестно, какие обвинения будут предъявлены в суде, но в любом случае выйти на свободу ему светило еще не скоро. Лариса и Саша радовались тому, что их новый друг и родственник избавился от такой серьезной опасности, а также они испытывали облегчение от того, что Геннадий уже окончательно исчез из их жизни, и теперь можно не опасаться, что он причинит какие-то неприятности им, ведь такая вероятность была. А учитывая то, на что он решился, можно было не сомневаться, он захочет расквитаться с бывшей женой и с пасынком. Валентин быстро шел на поправку и вскоре, хоть пока и не уверенно, но ходил по коридорам больницы на своих ногах. За время лечения он очень сблизился с той самой медсестрой Верочкой, своей спасительницей, и выписавшись представил ее маме как свою невесту. Анна Романовна была счастлива. Она наконец-то рассталась с надоевшим одиночеством. У нее теперь было столько близких людей. Лариса, внук Саши часто навещали ее и ежедневно общались по телефону. К тому же у нее появился сын, а теперь будет и вторая невестка. И она надеялась, что и новые внуки. Если история вам понравилась, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это крайне важно. Спасибо заранее и до до свидания.